Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог, будет много интересного. Итак, поехали! Что у нас, собственно говоря, с вами будет? А у нас с вами будет обзор моих удачных покупочек с озона. Девочки просили делать им подборки Wildberries Ozone. Wildberries у нас уже с вами был, будет еще. А теперь Ozone. Те продукты, которые у меня уже длительное время в использовании, которыми я довольна, и которые действительно были для меня находками. И еще будем с вами тестировать пилинг, растительный пилинг от Юиньон. Очень интересный на самом деле. Итак, поехали! Это домик, кстати, в котором сейчас горят глаза кота. Он тут тусуется, теперь спит. Да, мы тоже купили на Ozone в прошлом году. Я сейчас посмотрела, цена на него бюджетная, 600 с чем-то рублей. И уже несколько раз его разбирали и собирали, и он нормальный, живой, как бы. Крис его пытается громить. Местами порвала, но мы скотчем склеили. Девчонкам в этом году опять приспичило собрать домик и играть. Он раскрашен местами, потихоньку. Ксюша его в том году раскрашивала, раскрашивала, и все никак. Здесь дверь, окошки. Ну, классный домик для ребенка. Вообще они там вдвоем вмещаются, они там играются. Ксюшка там может полежать, да, спрятаться. Крестюшке вообще весело. Мне кажется, здорово. Надоел, разобрал, убрали. Он складывается компактно. То есть, как, видите, заломы есть. Он вот так вот складывается, компактненько. Места не занимает. Можно прям вот хранить его очень удобненько. Поэтому я считаю тоже крайне удачной покупкой. Такие домики, они деткам очень нравятся. Экзитерием при выборе были вот эти звездочки. Потому что можно очень красиво обыграть и сделать такой эффект звездного неба. В домике смотрится на самом деле очень здорово. То есть, если в комнате темно, и, допустим, у нас включена гирлянда, свет в домик проникает благодаря вот этим звездочкам. И это смотрится очень здорово. Также можно фонарики внутрь ставить. Матрасы, кстати, в детскую мы тоже покупали на Озон. Я долго искала и выбирала, но надо смотреть. Понимаете, на момент покупки это может быть вещь дешевле на Озон. На момент, через несколько дней, через месяц, может быть дешевле на Вайлберрис. Я так делаю всегда. Я всегда сравниваю несколько маркетплейсов. Матрасы спустя время нравятся безумно. Сейчас покажу на верхнем, на Ксюшкину. Тут удобней. Мы купили сначала Ксюшки большой. Он нам понравился. И потом заказали нам такой же, подарили крестюшки крестные. Вот такой матрас. Я выбирала беспружинный. И не пожалели. Он действительно держит форму. С ним ничего не случается. Матрас вообще необыкновенный, классный. Я забыла уже 11. Мы, по-моему, брали высоту, толщину. Я оставлю ссылочку. Вон там этикетка. На все товары ссылочки оставлю. Так что матрасы классные. Очень нравятся. Внизу пока никто не спит. А наверху спит всегда Ксюшка. И с ним ничего не случается. Он прекрасный. Потрясающе. Я на него даже ложилась. И он прекрасно выдерживает меня. Держит форму. А теперь пилинг. Пилинг от Ювиньон. Да, тоже в коллаборации. Вы знаете мое отношение к пилингам. Я их очень люблю. Поэтому потестирую и этот. Смотрите, как он выглядит. Стекло. Да. Стекло. Матовое стекло. Здорово. И он у нас с вами, по ходу дела, с пипеточкой. Пилинг для лица с миндальной кислотой. Нанесите тонким слоем на очищенную сухую кожу лица на 2-3 минуты. Тщательно смыть. Нанести увлажняющее средство. Использовать не чаще одного раза в неделю. Посмотрим, какой он у нас с вами по агрессивности. Я люблю прям пилинги-пилинги, чтобы был эффект. Пойдемте пробовать. Что вы должны с вами сделать перед любым пилингом? Хорошо очистить лицо. То есть, если у вас на лице есть макияж, мы его смываем и очищаем вторым этапом. У меня сейчас его нету, поэтому я использую гамашкислородное дыхание. Как следует очищаем, высушиваем лицо. Он должен быть сухим. И потом наносим пилинг. Лицо очищено и высушено. Носить пилинг можно пальцами, носить пилинг можно кистью, всем чем угодно. У нас с вами здесь удобный дозатор. Тягучий какой пилинг. И давайте пробовать. У нас с вами несколько минут. Слушайте, он такой прям как масляный. Тягучий-тягучий. Как сыворотка с муцином улитки. Прям масляный такой. Интересно. Слушайте, масляный такой пилинг я еще не встречала. А дужка очень приятная, деликатная, какая-то натуральная. Т-зону как следует. Пока вот нанесла никаких пощипываний, ничего не чувствую. Распределяем. Прям маслица. Вот маслица масляная, слушайте. Прикольно. Вообще пока не чувствую ни покалывания, ни пощипывания, ничего. Даже в т-зоне. Достаточно, мне кажется. Я ощущаю на лице масло. Которое вкусно пахнет. Даже на веки нанесу, слушайте. Которое вкусно пахнет действительно миндалем. Есть легкая такая дужечка миндальная. Так очень приятная, деликатная дужка. Везде нанесла, где только можно. Сейчас как начнет, пощипывать. Ну и все. У нас написано с вами 2-3 минуты. Да. Слушайте, пошло. Пошло. Вот тут вот. На щечках вверху пошло. Легкое-легкое. Вообще без дискомфорта какого-либо. Я пилинги вообще обожаю. Но вот такой вот масляный. Если честно, встречаю впервые. Буду ходить, потом вам расскажу. Ну что, прошло 5 минут. И есть легкое пощипывание вот в Т-зоне. Моя кожа даже не назвала бы это пощипыванием. Нет ни покраснений, ничего. Сейчас будем с вами смывать. Посмотрим, как очистилась кожа. И сделаем вывод. Смыла. Смотрим, что по факту. Слушайте, ну по факту есть легкое прям покраснение в Т-зоне. И кожа неплохо очищена, я вам хочу сказать. Очищена. Да, да, Кристина. Неплохо, очень неплохо очищена. Смывался, кстати, пилинг очень хорошо, несмотря на свою такую вот масляную текстуру. Очень хорошо он быстро смылся. Все нормально. Легкое покраснение есть в Т-зоне. И очень чистые поры. Да, здорово, отлично. Кому подойдет такой пилинг? Такой пилинг подойдет. Я пока буду наносить маску биомика увлажняющего. Такую артикул 1251. Что-то увлажняющее после пилинга, как правило, надо. Потому что начинает ощущаться легкая такая стянутость на коже. Это нормальная реакция. Такой пилинг подойдет, если вы любите деликатный уход, если у вас чувствительная кожа, если вы никогда не пробовали пилинги, а тут решили попробовать, то вот такой вот пилинг легкий подойдет. Это пилинг растительный получается. Да, у нас он не химический. Он абсолютно не агрессивный. После него кожа пластами слезать не будет. Но он очень неплохо чистит кожу. И, соответственно, будет медленно, но верно, бороться с пигментацией. Поэтому легенький хороший пилинг мне понравился. Текстура такая интересная. После пилинга мы с вами наносим что-то увлажняющее, успокаивающее, какой-нибудь увлажняющую или успокаивающую масочку. И ходим. А сейчас пойдем смотреть дальше. Удачные покупочки. Потрясающий кувшин. Просто толстое такое стекло. Он не очень легкий, скажем так. Безумно удобная вот эта вот крышка. Она легко снимается, легко потом до щелчка надевается. И, то есть, когда вы... У меня сейчас не оделась. Оделась все. Наливайте в кружку или в стакан. У вас вода не расплескивается, потому что здесь вот такая вот выемка. Да? Кувшин прекрасный. И 1,8, по-моему, у него объем. Он много вмещает. То есть, мы наливаем воду из канистр, да? А в кувшин всегда на столе стоит водичка. Горлышко вот тут удобное. Очень нравится этот кувшин. Он прям такой добротный. Экран, собственно говоря, тоже купили на зону. Я хотела купить в Леруа Мерлен, но там не было 7 секционных. В принципе, в Леруа Мерлен не было. Поэтому я заказала на зоне. Они на зоне слегка, скажем так, дороже, чем в Леруа Мерлен. Но так как я почитала отзывы и поняла, что на 6 секций батареи мне 6 секционов будет мало, они какие-то узкие почему-то, не подходят в Леруа Мерлен, я залезла на зону, нашла на зону. На Вайлберс, на зону такой есть экран. Я заказала на зоне. Вот. И он идеально подошел. И все, как бы, все, что не нужно, все закрыл. Тоже считаю крайне удачной покупкой. И озону за это спасибо. Крайне удачная покупка. Но у меня что-то тут пачка подмокла. Почему-то кто-то мне ее намочил. Это по совету девчонок из Телеграм. Наталья посоветовала. Я почитала отзывы, поняла, что мне такое надо. Это средство для чистки машин. Называется ВПРО. И тут внутри 10, даже больше, нет, 12 здесь было, да. 10 у меня осталось, 2 я уже использовала. 12 таких пакетиков. Один пакетик на стирку. Ну, как стирку, машинку я запускала, а тут, по-моему, 60 градусов написано, я запускала 95. Один пакетик. Чистит изумительно. Просто изумительно. Я знаю, что вот это средство рекомендуют люди, которые занимаются ремонтом стиральных машин. И у меня, оказывается, я не обращала никогда внимания. Машинке не так сильно много лет. Вот где барабан, за резиночкой там был налет. Я девчонкам показывала. В Телеграмм был налет и прям камень. И вот после того, как запустила машинку с этим средством, эти камни они начали просто отваливаться. Вообще я была в шоке. Машинка была чистая. Я его сейчас давно не делала, наверное, больше месяца надо запустить. Желательно раз в месяц запускать с такой штукой. Поэтому пачка не бюджетная. На тот момент я купила немного дешевле тысячи, но здесь 12 штук. Получается, вам хватает. Кто-то делает раз в три месяца, кто-то делает раз в два месяца. Но вот у меня месяца два, наверное, точно прошло. Надо запустить, почистить. Хватает больше, чем на год, соответственно. Кому-то на два года этой пачки хватает. Поэтому я взяла, взяла и очень довольна. Лимонка, все остальное, как бы, нет. Лучше вот этого средства я пока еще не пробовала. А машинку чистить надо, потому что, если вы стираете с порошком, и он у вас плохо отстирывает, здесь дело может быть не только в порошке. У вас, может быть, налет кругом собрался, и порошок тратится именно на то, чтобы вот этот налет, грубо говоря, отчистить. И уже на стирку ничего не остается. И стирка из-за этого качества стирки страдает. Поэтому машинка обязательно должна быть чистой. И тогда вы увидите, как ваша машинка по-другому начала отстирывать. Вот это сто процентов вам говорю. Так, поехали дальше. Самые лучшие тряпочки для кухни. Вот я уже, скажу вам честно, перебрала огромное количество тряпочек. И это просто изумительные тряпочки. Просто изумительные. Несмотря на то, что микрофибра, я ее раньше терпеть могла, она вообще не цепляет. Это сухая тряпочка после стирки. Уже это у меня влажная тряпочка в мокром виде, как она выглядит. Они большие. Размер. Вот такие. Видите, какие большие. Они безумно мягкие. И в мокром виде огромное количество влаги впитывает. Все-таки микрофибра, микрофибра и рознь. У меня есть немножко другие тряпочки. Но вот вообще не то. Вот вообще совершенно. Рядом ни одна тряпка не стояла. Изумительные просто. Вот в таком цвете уже нет. Там, по-моему, голубые и розовые остались. Я скину тогда. Посмотрите, производитель. Самые лучшие, девчонки. Сколько я уже перебрала, перепробовала. И вот, наконец-то, нашла свои идеальные тряпочки. И я теперь им не нарадуюсь. Просто. Практически каждый день стираю. Использовала стирку, бросила. У меня запас есть. Штучек 7 таких. Ну, еще другие. Ну, другие мне уже, если честно, хочется выбросить. Вот эти. Они очень много впитывают воды. Ими прекрасно все вытирать. Вообще изумительные. Для кухни, для всего дома. Начнем с моего импровизированного рейлинга. Да, я взяла эти полочки на зон. И очень долго выбирала. Думала, брать рейлинг или не брать. Слава богу, на них наткнулась. Потому что не пришлось ничего сверлить. Очень хорошая клейка основы. Уже в видео про ремонт я вам показывала. Держит прекрасно. Несмотря на то, что здесь стык. И тут воздух, да, в каком-то месте. Держит здорово. Они самоклеющиеся. То есть мы там пленочку открываем и прилепляем, куда нам надо. На панелях вот прекрасно. Между тем полочку можно снять. Можно ее помыть. Великолепно. Я видела в отзывах. Многие такие полки брали, допустим, на дверь. Внутри там вешают что-то. Можно контейнеры какие-то повесить. Пакеты, в конце концов, хранить. Кто-то их использует в ванной. Они есть в белом и в черном цвете. Которые вот я видела у этого производителя. Цена нормальная, прекрасная. Рейлинги нормальные стоят гораздо дороже. Крайлингом отдельно надо покупать крючки. Не ко всем, конечно, есть комплект. А здесь как бы все есть. Все здорово, все отлично. Ни стены, ни шкафчики сверлить не пришлось. И в целом смотрится очень здорово. Все еще с масочкой хожу. Пора уже ее смывать. Ну и на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Все ссылочки на пилинг, на все продукты Сазон оставляю под видео. Всем пока-пока.